У каждого из нас свое отношение к мату. Для кого-то это ненормально, кто-то относится к этому как к достижению русского языка. Как же относятся читинцы к ненормативной лексике? Давайте узнаем. Каждый русский употребляет ненормативную лексику. Иногда, знаете, без ненормативной лексики не сдвинешь дело с места. Поэтому, значит, я не считаю это достижением, не считаю достижением, но в какой-то определенной среде можно, значит, употреблять литературную лексику. А в определенной среде без ненормативной лексики не обойдешься. Просто-напросто. Я отношусь к этому отрицательно. Я профессор. Я не могу вот такую ненормативную лексику использовать в своей речи. Иногда вылетает просто. А как вы считаете, русский человек без мата может обойтись? Иногда с матом лучше делается. Ну, конечно, постоянно не должно употреблять матерное слово. Ну, вылетает, ну, понять можно. Ну, это некрасиво. Во-первых, я в возрасте, неприлично. Ну, конечно, нужно бороться. Ну, это же, понимаете, слово-паразит. Ну, значит, исключить эти слова из русского языка. Ну, изучать русский язык. Единственное. Потому что мата в русском языке нет. Так что вот так. А как считаете, можно обойтись без мата? Конечно, можно. Родители должны воспитать своих детей, ну, чтобы они сумели дать то же самое своим детям. Матерные слова, конечно, присутствуют не только в русском языке, но что характерно только для русского мата, на основе одного матерного корня можно создать сотни производных, описать любой предмет, чувства, эмоции и события. И вовсе не обязательно воспринимать крепкое словцо в свой адрес как оскорбление. В народе даже устоялось выражение «здесь матом не ругаются, здесь матом разговаривают». Как водится, привязывают умение материться и знание нецензурных выражений к профессии или должности. Мол, командир без мата, что солдат без автомата. Таковы традиции русской культуры, литературы, они состоят в том, что действительно достаточно часто вот эти языковые элементы мы используем и в речи обыденной, и в текстах художественных тоже находим их. Но при этом, конечно, нужно понимать, что это ни в коем случае не какая-то необходимая составляющая нашей жизни. Это бранная лексика, да, это такой специальный раздел лексики, который так и называется, бранная, обсценная она еще называется, лексика. Вот именно эти функции она выполняет. Понятно, что она очень экспрессивна, то есть она обладает повышенной выразительностью, поэтому она вот такая и прилипчивая из-за этого. Но очевидно, что публичное ее использование должно быть под запретом. Русскому мату посвящен ряд исследований, составлен даже рейтинг самых ругающихся городов России. Больше всего любят крепкие слова в Перми. Чита, к счастью, в этот рейтинг не попала, но и без исследований понятно, что мата вокруг слишком много. Общественные места, магазины и даже школы. Нецензурная лексика повсюду, и с этим нужно что-то делать. Ведь русский язык и без того самый богатый в мире. Ну, самый простой способ – придумать себе какой-то заменитель, который мы вот в подобной ситуации можем использовать. Да, там, например, говорить, я не знаю, ой или увы. Как-то вот сетовать, но иным способом. В конечном итоге можно сказать, что диалог без крепкого слова становится куда конструктивнее. Ведь важнее не то, что мы говорим, а как. Иван Тимофеев, Анастасия Шадрина, Анатолий Мишаков, ЗАПТВ.